Что может быть прекраснее счастливой улыбки ребенка? Тем более в преддверии волшебного праздника Нового года. В Артемовском городском округе стала доброй традицией проведение благотворительных елок для детей. Так Дворец культуры имени Попова в преддверии долгожданного праздника собрал мальчишек и девчонок на сказочное представление. В самом начале глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова поприветствовала и поздравила всех с наступающим событием, с новым 2013 годом. Новый год – это сказочное время. Это самое красивое время, когда дети и взрослые, и бабушки, и дедушки верят в чудо, верят в сказку, верят в добро. И я думаю, что сегодня на этой сцене мы увидим много героев, много персонажей сказочных, которые перенесут нас в волшебный мир сказки. Дорогие ребятки, я вам желаю здоровья, счастья вам, вашим родителям, хорошо отдохнуть в новогодние каникулы и с новыми силами приступить к учебе или с новыми силами пойти в детский сад. С праздником, дорогие дети и родители! С Новым годом! Началом сказочного представления стала веселая песенка про Новый год, которая зажгла в сердцах и взрослых, и детей веру в волшебство и чудеса. За мной в день ужиться, стали белыми дома, и узорами на стеклах в гости к нам пришла зима. Замела пути дороги, скрыла реки водой дом, а сама куша встает, когда и праздник каждый дно. Далее на сцене появились герои предстоящей истории и увлекли всех зрителей на трансляцию совещания Деда Мороза. «Итак, подведем итоги уходящего вона. Открываем интеракту. Всех спрошу, прошу наложить по порядку. Как дела, бабушка, как ты этот год провела?» «Я, Стас, как дела, себя, как и я, чьи слова, все, как автор прописал. Чьи слова, от тебя и на никакой. Клянусь, костянули на вы. Садись, хвалю, хвалю, я просто вас не узнаю. А нами, матерешками, туристы часто любовались. И нашему секрету постоянно удивлялись». Затем свой урок провела змея, хозяйка предстоящего года. «Мы вас кушаем, дракона, сейчас. И не я, зачем порадует он вас? Да все нормально. Летал, смотрел, решал. Так решал, что кушать забывал. Не все нормально было, дракон, у тебя. Сейчас укажу на недочерние. В столицу летел. Не долетел. За погодой смотрел. Не досмотрел. Жилищный вопрос не решил. А уж и на портовать поспешил. Люди не все тобой довольны». Урок «Змеиных уловок» сменила красивая детская песенка про елочку. «Иди на эту елочку, маленькую елочку, забирай к себе домой. «Иди на эту елочку, маленькую елочку, забирай к себе домой». Далее на сцене развернулась настоящая сказочная история, которая подарила всем зрителям радость, веселье и веру в чудеса. Снова здравствуйте, ребята, мишки, зайки и волчата, и снежинки, и лягушки, и неведомые зверушки. Кто-то в первый раз пришел. Слявы, песни и забавы дружно год проводим в старых. И под елочкой зеленой весело встретим новым. Ребят, я тут сейчас в лесу ищу, и персу горынов. Смею, не знаю, куда идти. Где мне горынову найти? За эти годы она будет. Всех бодростью отдали. Не забудем. А сейчас я поспешу. Ее скорее разыщу. Благодаря творческим коллективам ДК имени Попова и дети, и взрослые вновь встретились со сказочными героями. Представление настолько было интересным, красочным и увлекательным, что не оставило равнодушным никого. Зрительный зал дружно переживал за Снегурочку. На Новый год не зовете, Дарилы? Так я тебя загипнотизирую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А там сидит плохо. Радио важно. Другу носит мясо. Ясо. Что строите? Ну, какой балбет? Берите Снегурку и тащите ее в лес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восторг и удивление произвело на зрителей каждое выступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Выход на сцену всех участников представления не завершил сказку, а пригласил всех зрителей на продолжение у нарядной лесной красавицы, где Дед Мороз и Снегурочка, а также все сказочные герои вместе с детворой зажгли огоньки на елочке, а потом дружно водили хороводы. Дети пели песни, танцевали, играли, читали стихи, веселились от души, озаряя всех и все своими счастливыми улыбками.